Здравствуйте, это Голос Америки. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы рассказываем о главных новостях о войне в Украине и о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о главных событиях 910-го дня войны среды 21 августа. Новые детали продвижения ВСУ в Курской области. Журналисты «Радио Свобода» поговорили с мирными жителями, оставшимися в судже. В Кремле готовят репрессии в отношении виновных за прорыв ВСУ, узнали «Медуза» и «Верстка». На съезде Демпартии США голос Америки спросил мнение конгрессменов о поддержке Украины. В России готовятся штрафовать эмигрировавших россиян за фейки об армии и оскорбления Путина. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Россия атаковала село Казачья Лопонь в Харьковской области. В результате ударов погибли и получили ранения мирные жители. 84-летняя женщина была убита в собственном дворе в результате атаки дрона. Кроме того, по данным Харьковской военной администрации, повреждено здание сельского совета. Спасатели продолжают разбирать завалы. Сообщается, что на момент удара в здании находились как минимум три человека. Еще двое мужчин были госпитализированы с различными травмами после того, как в Киндейке, это пригород Херсона, российский дрон атаковал автомобиль. Шесть детей попали в больницу, двое детей находятся в тяжелом состоянии после удара по Малокатериновке Запорожской области, где российский снаряд попал в детское кафе. 15-летний ребенок погиб. Два человека погибли сегодня утром в результате обстрелов России населенных пунктов Украинский Северск Донецкой области. Были повреждены жилые дома. Подробнее о ситуации на фронте расскажет мой коллега Алекс Григорьев. Боевые действия продолжаются по всей линии фронта. По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки произошло 54 боевых столкновения. В Курской области России активно привиняет авиацию. Украинская сторона сообщает о 17 авиационных ударах с применением 27 управляемых авиационных бомб. Минобороны России сообщила о захвате поселка Желанное в Донецкой области Украины. Эти данные совпадают с анализом американских экспертов из Института изучения войны. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия контролирует более 90 населенных пунктов в Курской области и свыше 1200 квадратных километров территории России, продвинувшись на 30 километров вглубь от границы с Украиной. Отмечу, что мы не можем верифицировать данные, поступающие от воюющих сторон. В соцсетях распространяется видеокоммуникация между ВСУ и мирными жителями Курской области. По данным российских властей, на территории контролируемой Украиной могут находиться тысячи российских граждан. Наши коллеги с Радио Свобода поговорили с жителями города Суджа. Город сейчас контролируется вооруженными силами Украины, и вот что говорят люди. Стариков побросали, женщин больных, детей и все. И что мы тут? Это хорошо, что украинцы нам привезли воды. Я тут без воды сидели целую неделю. Ни света, ни воды, ни газа, ничего. Когда война началась у вас здесь? Шестого. Шестого? Да. А учитывали, ну, то, что происходило на границе, но и до этого же была война? Ну, как-то такой междуусобий, конфликт какой-то. Оттуда, ну, я от политики очень далек. Я когда перестал работать, ушел на пенсию, политикой не занимаюсь, только проспорт. Это были комментарии жителей города Суджа о жизни в городе, находящемся под контролем ВСУ. Агентство «Рейтер» поговорило с гражданином США и России Олегом Грищенко. Вот что он сказал. Военнослужащие ЗСУ постучали, я вышел, они проверили у меня документы. Я им объяснил ситуацию, кто я такой, почему я здесь нахожусь. Я их сразу предупредил, что я как бы гражданин США. Они сказали, нам все равно какой-то гражданин, главное, чтобы ты не был переодетый военный, не скрывался. Это был комментарий жителей Курской области Олега Грищенко. А вот что говорят жители Украины касательно наступления ВСУ в Курске. Не хочу сглазить, но верю, что мы там надолго. С другой стороны, все должны понимать, что любое наступление, каким бы хорошо спланированным оно ни было, несет потери. Наши лучшие солдаты рискуют жизнями. Ситуация была неопределенной, тяжело было наблюдать, все затянулось. Но теперь, кажется, есть хоть какая-то ясность. Неизвестно, к чему это приведет, но у нас есть надежда. Это смелый и важный шаг, особенно для поддержания морального духа. Это были комментарии жителей Украины по наступлению ВСУ на Курскую область. Россия ситуацию с продвижением ВСУ комментирует очень скупо, поэтому во многом происходящее можно судить по видео, которое публикует ВСУ и затем старается верифицировать журналисты. В частности, ВСУ опубликовало видео атаки украинских дронов на российскую инженерную технику в районе Пантонового моста в Курской области. Как передает Радио Свобода, по самому мосту через реку 7 удар был нанесен из реактивных систем залпового огня «Хаймерс». Российские власти сообщают о гибели мирных жителей в результате атаки ВСУ. Как передает ТАСС, в результате наступления ВСУ в Курской области погиб 31 человек, 143 ранены. Это данные на 21 августа. Это был мой коллега Алекс Григорьев с военной сводкой. Как передает РБК Украина, Владимир Путин якобы приказал своим военным вытеснить украинские войска из Курской области до 1 октября, но сделать это так, чтобы не снимать силы с ключевых участков в Донбассе. Тему продолжают издания «Медуза и Верска», где утверждают, что в Кремле, цитата, «истории с Курском очень недовольны» и обсуждают увольнения и уголовные дела в отношении виновных за прорыв ВСУ. Подробности в аналитической справке «Голоса Америки», которую подготовил мой коллега Дмитрий Шода. Российские власти не оказались готовы к наступлению ВСУ в Курской области, сообщают источники «Медузы» в Кремле. Власти считают, что бои могут продлиться несколько месяцев. Для снижения тревожных настроений в обществе власть стремится убедить россиян в том, что это новая нормальность, говорится в материале. Пропаганда акцентирует внимание на том, что враг будет побежден, но это займет время, где-то несколько месяцев, пишет «Медуза». Также, как утверждается, в Кремле обсуждают возможную мобилизацию и использование срочников для защиты региона. Кремль организует сбор помощи для Курской области, чтобы направить негативные эмоции граждан в позитивное русло, пишет «Медуза», ссылаясь на источники. Про неожиданность наступления украинских войск также говорят источники Верски. Отсутствие подготовленных сил на границе привело к массовому пленению солдат-срочников и пограничников, говорится в материале. По информации издания, в правительстве рассматривается возможность возбуждения уголовных дел из-за провала обороны. Это была справка «Голос Америки» о желании Кремля наказать виновных за прорыв ВСУ, которую подготовил мой коллега Дмитрий Шода. Британская военная разведка в своем ежедневном посте в соцсети «Экс», перевод которого приводит BBC, обращает внимание на публикацию важных историй о том, что в Курской области воюет некий временный мотострелковый полк Воздушно-космических сил России. По данным британской разведки, в этом полку служат операторы радаров раннего оповещения, а также личный состав полков тяжелых бомбардировщиков дальней авиации. В статье важных историй, в частности, говорилось о персонале радиолокационных станций «Воронеж», которые предназначены для раннего предупреждения о ракетном нападении. По оценке британской разведки, перенаправление личного состава из этих прежде высокоприоритетных областей, вероятно, показывает продолжающуюся нехватку кадров. Более того, задействование их в качестве пехоты означает, что они используются нецелевым образом, что может негативно повлиять на попытки России вернуть под свой контроль Курскую область. Указывается, что из-за высоких потерь Россия вынуждена постоянно пополнять пехоту, что затрудняет поиск людей для специальностей, требующих более высокой квалификации, пишет британская разведка в своей ежедневной сводке. Отмечу, что президент Украины Владимир Зеленский несколько дней назад заявил, что задача ВСУ на российской территории – это создание буферной зоны. Ранее такое же определение использовал Кремль, объясняя необходимость российского наступления в Харьковской области. В заключение темы ситуации на фронте добавлю, что власти Москвы и Киева сообщили об атаках тронов. По данным российского Минобороны, 45 украинских беспилотников атаковали Московскую, Брянскую, Белгородскую, Калужскую и Курскую области. Мэр столицы России Сергей Собянин заявил, что в ночь на среду произошла самая масштабная атака на Москву и было сбито 10 украинских дронов. В свою очередь в Киеве и в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за атак российских беспилотников. Перейдем к международной реакции. В Пентагоне заявили, что продолжают обсуждение целей наступления на Курскую область с Киевом. Вот что на эту тему сказал представитель Минобороны США генерал Пэт Райдер. «Мы продолжаем обсуждение с украинской стороной по поводу их целей. Вы слышали, как президент Зеленский сказал, что целью является создание буферной зоны. Поэтому мы ведем эти разговоры, чтобы узнать больше о том, какие у них задачи. С американской точки зрения наша основная цель остается неизменной – обеспечить, чтобы Украина была свободной и суверенной страной, способной сдерживать российскую агрессию в будущем. Это продолжает оставаться нашим приоритетом. Что касается их операций в Курске, как я уже упоминал, они явно заставили россиян испытывать трудности в ответных действиях. Это, безусловно, продемонстрировало креативность и боевые возможности украинцев. Однако, что касается и долгосрочных целей, это вопрос, который мы все еще обсуждаем с ними. Это был комментарий генерала Петта Райдера по переговорам Вашингтона и Киева. В США продолжается съезд демократической партии, на котором Камала Харрис и Тим Уолтс официально выдвинуты в президенты и вице-президенты США. Напомню, что Харрис и Уолтс являются сторонниками продолжения помощи Украине, и, конечно, и Киев, и Москва внимательно наблюдают за предвыборной кампанией в США. Мои коллеги с украинской службы Голоса Америки поговорили с участниками съезда Демпартии. Вот что сказал сенатор Крис Мерфи касательно помощи Украине. Я всегда поддерживал финансирование Украины. Я не могу обещать поддержку закона проекта, которого еще не существует. Проблема в республиканской партии, которая связана с Владимиром Путиным и хочет перенести его автократическую модель в США, если Дональд Трамп снова победит. В этом случае уже в первый или в пятый или в десятый день правления он бросит Украину. Он хочет подружиться с Путиным. В Чикаго мы отмечаем нашу приверженность защите демократии и защите наших демократических друзей за рубежом, в отличие от республиканской партии, которая отказывается бороться за демократию в нашей стране. Она также отказывается защищать демократию во всем мире. Это был комментарий сенатора Криса Мерфи, а вот что сказал на эту же тему конгрессмен Грегори Микс. Я думаю, вы ясно видите, что делает президент Джо Байден. Если мы изберем Камеру Харрис следующим президентом США, она будет также решительно поддерживать предоставление дополнительной помощи для Украины. Я уверен, что большинство демократов разделяют это мнение, поскольку задержка финансирования не из-за нас. Мы привержены тому, чтобы Украина получила все необходимое для борьбы за свою свободу и независимость, а не сдалась на милость России. Россия надеется на победу Дональда Трампа, с которым она сможет договориться. Но при Камале Харрис этого не произойдет. Все зависит от исхода выборов. Это был комментарий конгрессмена-демократа Грегори Микса о помощи Украине. Из Америки переместимся в Европу. Как передает Радио Свобода, власти Швейцарии решили присоединиться к 14-му пакету санкций Евросоюза против России. Об этом сообщили сегодня в швейцарском правительстве. Сообщается, что меры эти вступят в силу 27 августа. Я напомню, что в июле Швейцария добавила 69 человек и 47 организаций в свой санкционный список. В числе новых мер международная гармонизация запретов на торговлю российскими алмазами. Также продлены сроки выдачи разрешений на вывод инвестиций из России, чтобы швейцарские компании могли легально прекратить свою деятельность в стране. Я напомню, что 14-й пакет санкций Евросоюза против России был принят в июне. Он включает в себя давление на российскую экономику и предотвращение обхода ранее введенных санкций. Среди введенных мер запрет на финансирование политических партий в Евросоюзе со стороны российского правительства и запрет на импорт гелия из России. В ходе российского вторжения в Украину был совершен целый ряд военных преступлений, доказательства которых собирают в ООН и других международных организациях. Понятно, что после окончания этой войны расследование этих преступлений будет продолжаться. Новость на эту тему пришла из Киева. Верховная Рада Украины проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда, или МУС. Полноценное присоединение к МУС является одним из условий вступления Украины в Евросоюз. И, как отмечает издание РФ, решение Рады означает окончательное присоединение к работе суда и признание его юрисдикции. В документе, однако, есть оговорка, что Киев не будет признавать юрисдикцию суда в отношении своих граждан по делам о военных преступлениях в течение семи лет после ратификации. Из-за опасений того, что этим инструментом будет пользоваться Россия, я напомню, что ранее Украина уже предоставила МУС право расследовать преступления, совершенные на ее территории. Москва юрисдикцию суда не признает. Также стоит отметить, что МУС выдал ордера на арест в отношении российских политических и военных чиновников, в том числе Владимира Путина, секретаря Совета безопасности России Сергея Шайку и главы Генштаба Валерия Герасимова. Москва, в свою очередь, продолжает использовать собственное правосудие для репрессии как против защитников Украины, так и в отношении россиян, пытающихся противостоять этой войне. Сообщается, что российская прокуратура призвала военный суд приговорить 23 украинских военнопленных к длительным срокам заключения до 24 лет. Речь идет о пленных, захваченных во время атаки России на Мариуполь, которые обороняли в том числе бойцы батальона АЗОВ, а также люди, работающие в тыловом обеспечении АЗОВ. Как передают в настоящее время, фигурантов дела обвиняют, я цитирую, в совершении преступлений группы лиц по предварительному сговору. По делу проходят 9 женщин, большинство из них это поварихи. Еще один фигурант дела, Александр Ищенко, работал водителем в полку АЗОВ. Он в конце июля скончался в СИЗО номер 5 в Ростове-на-Дону. По данным Украины, он умер, а точнее был убит в результате жестоких избиений, пыток и неоказания медицинской помощи. В этом печально известном изоляторе находятся 21 украинские военнопленные. Я напомню, что блокада Мариуполя началась в марте 2022 года и продлилась до середины мая, когда последние защитники завода «Азовсталь» вышли из него в рамках договоренности Украины с Россией о дальнейшем обмене. В России растет колоссальными темпами число обвиняемых в госизмене. Сегодня стало известно об обвинении в адрес российского математика, который, я цитирую, «собирал сведения о военных, атаковал российскую инфраструктуру через интернет и переводил деньги в СУ». ФСБ имени ученого не называет. По данным телеграм-канала «Осторожно новости» речь идет об Артеме Хорошилове. Это все, что мы знаем об этом деле на данный момент. Кроме того, Хорошевский суд Москвы сегодня приговорил заочно к восьми годам колонии оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Приговорили Гудкову по делу о распространении так называемых фейков о российской армии. Как сообщает проект «Сетевые свободы», поводом для преследования Гудкова стало видео, к чему привела война Путина в Украине. В этом видео политик рассказывал о военных преступлениях, совершенных российской армией, в частности, о массовых убийствах жителей украинских городов Буча, Ирпень и Бородянка. Я напомню, что Гудков эмигрировал из России. И, кстати, сегодня же пришла еще новость, касающаяся как раз-таки уехавших россиян. Правительство России поддержало концепцию законопроекта, который позволяет штрафовать россиян, которые эмигрировали из страны. Штрафовать их разрешается по административным статьям. В частности, предлагается разрешить штрафовать россиян за дискредитацию так называемую армии, за призывы к введению санкций, за, я цитирую, злоупотребление свободой массовой информации и также за оскорбление президента, чиновников и государственных символов. Сейчас российское законодательство уже позволяет привлекать к ответственности россиян, живущих за границей, но только по статье об участии в деятельности нежелательной организации. При этом механизмы того, как именно Россия собирается это делать, не ясны. Продолжим тему о репрессиях в России и войне между Россией и Украиной в нашем завтрашнем выпуске. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голос Америки», в Apple подкастах, на платформе «Эхо» и, конечно, в YouTube. Подкаст сегодня провел для вас Алексей Горбачев. Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссера Александра Зимуху и моего коллега Дмитрия Шоду. До встречи завтра!